Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Марине Африкантовой исполнилось 29 лет. Она отметила свой день рождения в Дубае. Её поздравили Андрей Чуев и его дочка Лиза. Марина благодарит своих фанатов. Зайки мои, мои любимые фан-клубы. Спасибо вам большое за поздравления. Уже начиная с 12 ночи получаю поздравления от вас. Я такая счастливая. На проект пришла новая участница Элен. Это бывшая девушка Саша Вейса. Они жили вместе на протяжении 4 лет и расстались из-за постоянных ссор на почве совместной работы. Также на проекте был внеплановый мужской приход. Пришли три парня и они настолько понравились девчонкам, что те приняли решение оставить всех троих. Первый парень Елисей Полищук, бывший участник проекта «Каникулы в Мексике». Он актёр, режиссёр, ведущий на музыкальном канале и продюсер. Второй молодой человек Максим. У него образование режиссёра, он успел поработать и сварщиком, и организатором праздников. Приехал Максим из Астрахани, чтобы завоевать сердце Майи Донцовой. Третий новенький участник – Денис из Нижнего Новгорода, ему 22 года. У него неоконченное строительное высшее образование. Елисей и Денис пока в своих симпатиях не определились. На женском голосовании проект покинула Александра Головач. Дима Дмитренко в очередной раз признаётся в безумной любви к Оле Рапунцель и просит у неё за всё прощение. А на голосовании Дима и Оля пытались покинуть проект. Но дальше ворот они не дошли, испугались и вернулись назад. А уйти они хотели, потому что коллектив их не понимает и обижает. Ваня Барсиков не знает, кого ему выбрать из девушек, чтобы выйти в финал – Иру Пинчук или Юлю Теплову. Сейчас у меня стоит выбор. Первая – это Ира, с которой у меня были отношения и в которой я действительно испытываю искренние чувства. И Юля, которая открыто заявила о том, что хочет создать со мной фиктивную пару и дойти до финала. «Ира хочет быть со мной, но она никак не меняется и никак не проявляет себя. А Юля не испытывает никаких чувств, но при этом она проводит очень много времени со мной, готовит, на романтики зовёт. Я запутался». А у Иры Пинчук замечательное настроение из-за одного события. Она стала победительницей очередного конкурса на острове любви. Её ожидал приз – знакомство с мамой Ваней Барзикова. Она написала, что мама Вани – очень приятная и положительная женщина, энергетика, которая ощущалась даже через экран. Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова напугала своих подписчиков. Она опубликовала фотографию из больницы, где ей поставили капельницу. Ольга подписала снимок «Берегите себя». А чуть позже появилась фотография, где Ольга находится уже дома, в кровати, в окружении собак. Причину плохого самочувствия Бузова пока не назвала. Многие решили, что она переутомилась. Муж Кати Жужи, Олег Винник, сделал публичное заявление об их расставании. Олег оставил в соцсетях такое сообщение. Вопрос с Катей закрыт. Мы вообще с разных орбит. Я приземлился в Питере и прошу вас более не задавать мне вопросов насчёт моей личной жизни. Многие фанаты ему не поверили, посчитав, что парочка использует уже проверенный способ пиара. Наталья Бичан, в прошлом «Хореограф дома-2», опубликовала совместный снимок с Денисом Козловичем. Она так подписала его. «Всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не догадываемся, что любят нас от того, что хороши те, кто нас любит». Подписчики Бичан заинтригованы. Неужели ребята вместе? На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok